Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Житие преподобного Алипия, иконописца Печерского Преподобный Отец наш Алипий, иконописец Печерский, служил Господу, подобно святому евангелисту Луке. Он не только изображал чудодейственно лики святых на иконах, но и воплощал в душе своей их добродетели. Кроме того, был дивным врачом. Благочестивое житие его представляется нам в таком виде. В княжение благоверного князя Киевского Всеволода Ярославича при игумене преподобном Никоне по устроению Божию прибыли в Киевскую землю греческие иконописцы. Они пришли расписывать Печерскую церковь. Этим-то иконописцам и был отдан блаженный Алипий своими родителями в обучение живописному искусству. Святой Алипий был очевидцем того дивного чуда, о котором повествуется в сказании о церкви Печерской. Именно. Когда иконописцы украшали живописью алтарь, то в нем сама собою изобразилась икона Пресвятой Богородицы. При этом икона сия просветилась и блистало ярче солнца. Потом из уст Пресвятой Богородицы вылетел голубь, который, полетав долгое время по церкви, влетел в уста Спасителя, изображенного на иконе, находившейся в верхней части церкви. Блаженный Алипий обучался, помогая своим учителям, и он, кроме того, прекрасно живописал в душе своей, ибо благодать Пресвятого Духа пребывала в той церкви Печерской. Когда упомянутые иконописцы окончили свое дело и украсили иконами Святую Церковь, украшен был и Алипий, образом святого ангельского иноческого чина. И начал святой Алипий обучаться искусству изображать в душе своей добродетели святых, будучи уже обучен искусству изображать вещественно на иконах их лики. Святой Алипий был настолько искусен в своем деле, что по благодати Божией, видимым изображением на иконе, воспроизводил как бы самый духовный образ добродетели, ибо обучался искусству иконописному не ради стяжания богатства, но ради стяжания добродетелей. Он постоянно трудился, живописуя иконы для игумена, для братьев и для всех нуждавшихся, ничего не взимая за труд свой. Блаженный Алипий просил всех видевших обветшавшие иконы в какой-либо церкви сообщать ему об этом. Тогда он, не требуя никакого вознаграждения, своим искусством украшал те церкви. Если же святой был свободен от такой работы, тогда упражнялся в иконописном искусстве для себя и живописал иконы, которые отдавал тем, у кого он брал взаймы золота и серебро, нужные для украшения икон. Так поступал святой для того, чтобы не проводить времени в праздности. Он уподавлялся древним святым отцам, постоянно занимавшимся рукоделием, и самому верховному апостолу Павлу, который говорит о себе, «Нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои». Если же, когда случалось святому Алипию зарабатывать какую-либо сумму денег своим рукоделием, то он делил ее на три части. Первую часть тратил на обновление икон, вторую – на милостыню нищим, и третью отдавал на монастырские нужды. Так поступал святой ежегодно, не давая себе покоя ни днем, ни ночью. Ибо ночью он упражнялся в молитвенном бодрствовании и поклонах. Днем же с великим смирением, нестяжательностью, чистотою, терпением, постом, любовью, богомыслием занимался рукоделием. Никто никогда не видал его праздным. Но при всем том, он никогда не пропускал молитвенных собраний, хотя бы для своих занятий. Когда игумен заметил столь великие добродетели и иконописные искусства у преподобного, то возвел его на степень иерейства. Тогда преподобный был поставлен как свеча на подсвечнике, или лучше сказать, как образец для подражания на высоком месте, сияя сугубою красотою добродетели иноческих иерейских, и был святой образцом непростым, ибо творил чудеса из многих чудотворений его. Мы напомним здесь о некоторых. Некто из числа богатых граждан города Киева страдал проказою. Он искал помощи у многих врачей, волшебников и язычников, но не только не получил облегчения от своей болезни, а впал еще в худшее состояние. Тогда один из друзей больного посоветовал ему идти в Печерский монастырь, дабы просить молитвы у святых отцов. Богач согласился, но с неудовольствием. Когда больной был приведен в монастырь Печерский, игумен приказал напоить его водою из колодца преподобного, а также велел умыть ему тою же водою и лицо. И тотчас на теле больного появилось так много гноя в наказание за неверие его, что все сторонились от него, не будучи в состоянии выносить смрадного запаха, исходившего от тела больного. Тогда с плачем и негодованием прокаженный богач возвратился к себе в дом и не выходил из дома многие дни по причине исходившего от него смрада, говоря друзьям своим, «Бесчестием покрывают лицо мое». Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, потому что я не явил веры преподобным отцам Антонию и Феодосию. Однако, придя в себя, сей муж решил исповедать все грехи свои. Посему пошел опять в монастырь Печерский к преподобному Алипию и исповедал ему свои согрешения. Преподобный же сказал ему, «Ты хорошо сделал, чадо, что пришел исповедать Богу грехи свои перед моим недостоинством». Так свидетельствует о себе и пророк, взывая ко Господу, «Исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Потом преподобный Алипий долгое время поучал его душеспасительными речами. Затем, взяв иконописные краски, украсил лицо его, помазав гнойные места. После этого святой Алипий повел больного в церковь, причастил его божественным тайнам и повелел ему умыться тою водою, которую обычно умывали священники после принятия святых тайн. Вскоре же после сего гнойные струбья сошли с больного, и он стал здрав. В этом чудотворении преподобный отец наш Алипий явил себя подражателем самому Господу нашему Иисусу Христу. Ибо подобно тому, как Христос, исцеляя прокаженного, повелел ему показаться Иерею и принести дар зачищения свое, так Исей преподобный приказал больному проказую показаться ему, как Иерею, во время священнослужения и принести в дар то, о чем говорит пророк. Что воздам Господу за все благодеяния его ко мне? Чашу спасения приму. Упомянем здесь и о даре, ибо правнук сего прокаженного в благодарность за очищение его оковал золотом киот, находившийся над святым престолом в церкви Печерской. Кроме сего, преподобный Алипий явил себя подражателем Христа, исцелившего слепорожденного, подобно тому, как Христос, исцеляя слепорожденного, сначала помазал ему очи брением, потом повелел ему умыться в купеле Силаамской, так и сей преподобный. Сначала помазал струпья прокаженного иконописными красками, потом приказал ему умыться тою водою, которую умываются обычно иереи. Таким образом, святой исцелил больного как от проказа телесной, так и от слепоты греховной. Так что все, пришедшие вместе с больным из города, весьма изумились такому скорому исцелению. Но преподобный Алипий сказал им, «Братья, обратите внимание на то, что сказано. Никто не может служить двум господам, ибо сей человек первоначально был порабощен демону по причине грехов своих. Поэтому, когда он пришел к Богу, но по совету вражию отчаялся в спасении своем и не веровал в Господа, который только один и мог спасти его, то проказы еще с большую силой охватило тело его и наказание за его неверие. Ибо Господь сказал, «Просите, и не просто просите, но с верою, и дано будет вам». Когда же нынче он вторично обратился с раскаянием к Богу в моем присутствии, то Бог, богатый милостью, исцелил его. Выслушав это, люди поклонились святому и отправились в обратный путь вместе с исцеленным, прославляя Бога и преподобных отцов Антония и Феодосия, а также и их ученика, преподобного отца нашего Алипия. И говорили о святом Алипии, что он явлен был им как новый Елисей, ибо он исцелил от проказы больного подобно тому, как Елисей исцелил от проказы Ниемана, Сириянина. Немало подобных чудес совершил в своей жизни святой иконописец Алипии, и сама его благочестивая и подвижническая жизнь была чудом, которое Господь явил земле Киевской. Перейдем теперь к чуду, совершившемуся при кончине святого, дабы видеть, как дивно сей человек, искусный творец икон, перешел из жизни сей временной в жизнь вечную. Некий благочестивый человек попросил преподобного отца нашего Алипия написать икону Пресвятой Богородицы. При этом он просил святого написать сию икону ко дню праздника Успения. Но преподобный заболел в скором времени и уже приближался к смерти своей, а икона, между тем, не была написана. Человек тот весьма скорбел по сему случаю и очень беспокоил святого. Блаженный же Алипий сказал ему «Чадо, не беспокой меня, но возложи всю печаль свою на Господа, и он сделает, как пожелает. Икона будет на своем месте в праздник свой». Муж тот, поверив словам святого, пошел в дом свой с весельем. Потом он снова пришел к Алипию накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы. Увидав, что икона не была написана, увидя также и то, что преподобный Алипий разболелся еще больше, муж тот стал укорять блаженного, говоря так, «Почему ты не сказал мне ничего о своей тяжелой болезни? Тогда я отдал бы икону другому иконописцу, который бы и написал ее мне, дабы праздник был честен и торжественен. Но вот теперь ты ввергаешь меня в великий стыд». Преподобный скротостью отвечал ему, «О, чадо, разве это сделал я по своей ленности? Однако Бог может единым словом своим написать икону матери своей. Вот я сам ухожу из мира сего, как открыл мне Господь, но не хочу оставить тебя в печали». Муж тот отошел с глубокою скорбью. Тотчас после его ухода к преподобному Алипию вошел некий светлый юноша, который и начал писать икону мужу тому. Алипий подумал, что человек тот, обидевшись на него, прислал нового иконописца и принял сначала юношу того за человека. Однако быстрота и изящество его работы показывали, что то был ангел, ибо он в продолжении трех часов написал весьма красивую икону, то полагая на икону золота, то растирая различные краски на камни и живописуя ими. Потом сказал преподобному, «Отче, быть может, здесь еще чего недостает или в чем-либо я погрешил?» Преподобный же отвечал, «Ты сделал все прекрасно. Сам Бог помог тебе написать икону с таким благолепием. Это Он Сам сделал через тебя». Когда же наступил вечер, тот иконописец вместе с иконою сделался невидимым. Между тем хозяин иконы не мог уснуть всю ночь от печали, так как думал, что икона не будет готова к празднику. Встав утром на другой день, он пошел в церковь. Но едва лишь он открыл двери храма, как увидел икону, стоявшую на своем месте. Тотчас же он пал на землю от страха, думая, что это было привидение. Затем, немного поднявшись от земли и со вниманием посмотрев на икону, он понял, что это была его икона. Вследствие сего он пришел в великий страх и ужас и вспомнил слова преподобного Алипия, который сказал ему, что икона будет готова к своему празднику. Потом пошел и разбудил всех домашних своих. Домашние его с весельем поспешили в храм со свечами и кадильниками, увидев здесь икону, сиявшую, как солнце. Все пали на землю, поклонились иконе и облобызали ее с радостной душой. После сего тот благочестивый муж отправился к игумену и рассказал ему о чуде, случившемся с иконой. Потом они вместе отправились к преподобному Алипию и нашли его уже отходящим из мира сего. Несмотря на это, игумен спросил его, отче, кем и как была написана икона мужу сему. Алипий передал им все, что видел и сказал «Икону ту написал ангел, и он же предстоит здесь намереваясь взять душу мою». Сказав это, блаженный предал дух свой в руки Господа в семнадцатый день месяца августа. Братья, покрыв пеленами тело его, отнесли его в церковь, потом, сотворив обычное погребальное пение, положили тело святого в пещере преподобного Антония. Так украсил святой чудодейственный иконописец небо и землю. Пожив на земле телом, он вошел на небо с добродетельной душой в прославлении начальника иконописцев, Бога Отца, который сказал, «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, а также и по образу ипостаси его, Бога Сына, который и по виду стал как человек вместе со Святым Духом, исходившим с неба во образе голубя в виде языков огненных». Всех сих Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, пребывающих в едином существе, восхвалим вместе с преподобным Отцом нашим Алипием и будем прославлять в бесконечные веки. Молитвами преподобного Алипия иконописца Печерского Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Алипия 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 Продолжение следует...